Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, друзья, сегодня мы с вами вспоминаем перенесение мощей святых Петра и Февронии Муромских. Все эту пару знают. Многие бывали в Муроме, ходили к раке с их мощами. И праздник учрежден в нашей Церкви. Правда, он бывает летом, как праздник супружества. Сегодня также праздник, и мы можем обратить внимание, что в календаре есть другая пара, также прожившая свою жизнь вместе. И также эти люди являются таким примером семейной жизни. Это праведная Захария и Елисавета, родители Иоанна Крестителя. Также сегодня память и убиенного Глеба, того самого святого Глеба, который не поднял руку на брата своего. Тоже такой праздник в семье, я считаю, когда вот дети уступают братьям даже в таких кровавых ситуациях. Брат брату уступил. Но давайте поговорим о Петре и Февронии. История, конечно, легендарна. Жития, по сути дела, не было. Но были сказания. Сказаний было много. Сказания такие мифические довольно-таки. Но рака с мощами есть. Люди к ним едут, получают какую-то поддержку. И впервые мы о них узнаем в XVI веке. Именно царь Иоанн Грозный решает канонизировать их, строит даже для этой пары собор в Муроме Рождества при Святой Богородице. Вот интересно, что через пару дней праздник будет с этим же названием Рождества при Святой Богородице. И мы знаем, что их хорошо описал один из монастырских летописцев. История гласит о том, что в XIII веке, поэтому многие, когда говорят о XIII веке, их как бы соотносят с муромским князем Петром. О Февронии вообще практически ничего не известно. А такой действительно был князь в Муроме Петр, который имел жену. Они прожили не очень долго вместе. И о них тоже сведений практически нет. Ну вот, что говорится в сказаниях народа. Что был князь, один из муромских князей. И я не буду пересказывать мифическую историю, как он заболел, потому что там фигурирует дракон, которого он победил. Кровь дракона, соответственно, попала ему на кожу. Он заболел проказой. Но в целом князь болеет серьезным кожным заболеванием. И понятно, что медицина того времени была не на том уровне, что сейчас. А болезнь не дает человеку жить. Он ищет исцеление. И по всей Рязанской области, Рязанскому княжеству посылаются гонцы. С просьбой найтись лекарю, который поможет. Так или иначе, хотя бы усмирить вот это самое неудобство от болезни. И в одной деревне находится девушка, которая известна тем, что обладает даром целительства. И помогает больным. И она говорит о том, что я возьмусь помочь данному князю в его болезни. И история их жизни начинается довольно-таки, ну, нехорошо, так скажем, в супружеской жизни, потому что все начинается с обоюдного обмана. Князь едет к этой девушке и, соответственно, просит его исцелить. Девушка ставит условие, что я тебя исцелю, если ты возьмешь меня замуж. Князь, понятное дело, понимает, что она ему не ровня, но выздороветь-то хочется. Говорит о том, что я согласен. Обманывая ее, но та тоже, видно, не такая простая девушка, она исцеляет своего князя, но оставляет небольшой участок пораженной кожи, так что князь не видит. И Петр уезжает со спокойной душой, что вот так ему удалось выйти из положения, и не собирается возвращаться. Первый обман. И, соответственно, у девушки тоже присутствует данный обман. Понятное дело, что болезнь возвращается с новой силой. Вот. Князю приходится возвращаться обратно, признаваться в своем нежелании, так сказать, брать ее замуж, но деваться некуда, выздороветь-то очень хочется, приходится исполнять обещанное. Она его исцеляет уже окончательно, он берет ее замуж, и понятно, что люди Мурома, они на такой брак не согласны, но пока он еще не является единоличным правителем данного города, поэтому на это смотрит сквозь пальцы. Но наступает момент, когда его родной брат умирает, ему приходится стать уже главным городом, и тогда возникает бунт. Не знаю, отчего он возник, может быть, бояре или приближенные князи считали, что она им неровня. Но, в общем, ее просят удалиться из города. Это происходит через какое-то время, через несколько лет, после того, что произошло исцеление. И здесь мы видим совершенно иную реакцию самого князя на данную ситуацию. То есть, как бы, вот повод избавиться от того человека, который тебя обманул. Как бы. Причем повод законный. Ну, скажешь ты, смотри, не хотят тебя видеть в городе, а править не надо. Как многие из наших правителей, можно было бы спокойно сослать человека куда подальше, с глаз долой, выбрать какой-нибудь прекрасный монастырь или еще что-либо, где этот прекрасный человек проведет оставшиеся дни своей жизни. Ну, много способов было избавиться в то время от супруга или супруги. Но почему-то князь Петр так не делает. Совершенно иная реакция на того человека, который как бы тебя обманул и заставил силой взять ее в жены. Он говорит, хорошо, тебя изгоняет, и я последую за тобой, потому что не могу уже видеть жизнь без тебя. Как все меняется. И, конечно же, может быть, сама история легендарная, но мне кажется, что это такой хороший вектор всех наших взаимоотношений, особенно в супружестве, да и в дружбе тоже. Ведь когда ты женишься и замуж выходишь, ты о многом не задумываешься. Кто-то влюбляется, а кто-то бежит из дома. Я помню сестричку, которая своего будущего мужа пожалела, в результате через несколько лет с ним развелась. Кто-то ищет папу, а кто-то ищет маму. И почти все такие браки, они распадаются. Тем более в нынешнее время, когда, в общем-то, процент расхождения людей очень высокий, почти 80%. И никто не делает шаг навстречу друг другу. А ведь в этом и суть нашей с вами жизни, в любом нашем состоянии, даже в жизни общины. Я вспоминаю вновь и вновь книгу «Община» Жанна Ванье, в которой он говорит, что все проходят три стадии. Первая стадия — это очарование. Не важно кем. Человеком, общиной, тем делом, которым ты занимаешься. Потом начинается стадия разочарования. И в этих двух стадиях нет еще завета с Богом. Нет. Это естественно для нашего состояния в мире после грехопадения. А вот когда ты разочаровался в том, с кем находишься, что делаешь, и говоришь «А я останусь с этим человеком, с этим делом, с этой общиной, потому что в этом человеке что-то есть, что я полюбил. И я готов не этого человека менять, а сам меняться навстречу ему. И буду надеяться, что он пойдет ко мне навстречу». Вот тогда и наступает этот завет человека с Богом. Об этом говорит Жан Ванье. И видно, эта пара от этого обмана прошла этот путь. Прошло несколько лет, и они увидели, что друг для друга они ценны. И Антоний Сурожский об этом говорит, что именно в этом можно видеть действия Бога в нашем мире. В этих простых вещах. когда люди несмотря ни на что остаются вместе. Люди разделяют эту жизнь с ее скорбями. А ведь скорбей здесь немало, с ее радостями. И их тоже немало. И идут вместе до конца. И то же случается с Петром и Февронией. мы помним, что они уходят к Господу и как было принято становятся монахами. Но видно, Богу важно, чтобы они прославлены не были монахи. Хоронят их в разных местах, а они оказываются вместе. А как пример того, что оказывается можно от печальных событий начала деятельности перейти к каким-то прекрасным вещам. Да и библейская история об этом. Можно вспомнить Иосифа. Помните, Иосиф прекрасный. Как все начиналось у него. Был продан в рабство своими братьями. И к братьям относился так. А в конце концов он спас своих близких. Я хотел закончить свое слово одним очень мне близким примером, как может человек меняться. А также словами митрополита Антония Сурожского. Вначале о моем друге. У меня есть прекрасный друг. Много ему лета. И он долгое время не мог как-то определиться своей собственной судьбой. То он был христианином, то мусульманином, то еще кем-то. И также у него не получалось ничего с его близкими. И был он несколько раз женат. и все он находил какие-то причины, почему этого не происходит. Но в какой-то момент он задумался и начал работать не с теми, кому ему дает Бог, а с самим собой. И прежде всего, я помню тот момент, когда он приехал и сказал, ты знаешь, я понял, что мои родители неидеальны, и мне стало легче. Да, я могу их теперь простить, потому что я вижу, что они сделали все, что могли на своем пути, а я требовал от них то, чего они не могли мне дать. И когда появилась в его жизни хорошая девушка, он прежде всего постарался увидеть в ней что-то хорошее. и не стал делать как прежде, не стал критиковать ее. И он многое в своей жизни изменил так, что пошел учиться на психолога, разобрался с собой, и вот когда они прожили уже 10 лет вместе, однажды он приходит ко мне и говорит, ты знаешь, я впервые в жизни хочу приходить домой. впервые в жизни мне хочется возвращаться домой. И пожалуй в этом все наше христианство, что вот так оказывается можно жить, что ты приходишь к другому, с которым прожил долгое время, и хочешь туда возвращаться, хочешь увидеть этого другого, не хочешь держать на этого другого обиды, что те с другим хорошо. Видно, и у Петра и Февронии было все так же, потому что они научились любить. И последнее, что я хотел вам зачитать, это слова владыки Антония. Вот что он говорит о любви. Любить всегда значит в какой-то мере умереть, потому что тот, кто любит, уже не живет для себя, не живет собой, он живет для другого, в другом, ради другого. Но живет то он вечной жизнью, а не только жизнью временной и земной. В самой смерти он живет жизнью вечной, отдавая свою жизнь для того, чтобы другие могли жить. давайте смотря на этих святых немного и в своей жизни сделаем шаг друг к другу. Аминь.